Здравствуйте, друзья мои! В нашем монастыре, кроме разного рода просветительских послушаний, я несу обязанность экскурсовода. Есть о чем рассказать. Очень много приходит к нам детей, школьников, студентов. Больше всего любят карабкаться на колокольню. И, конечно же, всем интересен рассказ по нашу чудотворную икону, и Козельчанскую, и про икону Августовскую замечательную, и про некоторые другие сюжеты удивительной истории нашего храма и нашего монастыря. Очень сильно отличаются среди моих экскурсантов люди светские, которые не совсем понимают, где они оказались, что такое икона, что такое святыня. Это очень понятно, потому что большинство из этих людей, люди, воспитанные в Советском Союзе, они не получали должного религиозного образования, и мы до сих пор с вами живем в ситуации религиозного ликбеза, вернее, недостатков этого ликбеза, ликвидации безграмотности религиозной, которая необходима не только среди людей светских, но в большей степени даже среди людей воцерковленных, или те, которые считают себя воцерковленными. На одной из моих экскурсий произошел интереснейший диалог, над которым я долго размышлял и решил с вами поделиться своими мыслями. Это были люди светские, пожилые, в основном пенсионеры, люди, которые не против православия, не только не против, но они даже за то, чтобы их детей крестили, и с удовольствием освящают Пасху, берут Святую Воду, им это все очень интересно. После экскурсии несколько человек подошли ко мне и задали вопрос, который меня застал врасплох. Что же это за вопрос такой? А люди, обиженные даже с претензией, сказали мне, а когда нам будут выдавать иконки и книжечки? Когда нам будут выдавать? Вы же должны нам выдавать что-нибудь. Я их спросил, с чего взяли, что я обязан вам выдавать, и вообще церковь обязана вам что-то выдавать. Они сказали, ну вы же церковь, вы должны, вы обязаны нам выдать. Выдать иконки или крестики, или книжечки, потому что так положено. Так принято. Церковь обязана выдавать. Причем эти люди считают себя православными верующими. Это не просто посторонние люди. Они православные. Если вы их называете неправославными или невоцерковленными, они очень сильно обидятся. И я долго размышлял над этим вопросом, потому что в нем заключена сама суть одной из наших проблем церковной жизни. Так получилось, что на протяжении целых столетий историй русской церкви сформировалась психология народа-ребенка. Народа, который занимает всегда пассивное положение не только в государственной и общественной жизни, но и в церковной. То есть церковь обслуживает наши интересы. И даже более того, церковь воспринималась как клирикальная структура. Церковь — это батюшки. А мы, вот народ, мы пришли, нам должны выдать. Вот что, какое мировоззрение выдает этот вопрос. То есть мы пассивные овечки, мы здесь никто, но нам обязаны выдавать. Церковь — это священники, церковь — это епископы, церковь — это митрополиты. Мой брат строит церковь в одном из населенных пунктов Белоруссии, скажем так. И как-то он сказал, что надо мне срочно бежать, потому что надо покрасить дверь и уборку там в церкви сделать. Я его спросил, а почему ты красишь? Почему ты носишь кирпичи? Почему это делаешь именно ты? И он мне сказал, что ну как же, а кто это будет делать? Это же моя церковь, да? Это неправильно. Это неправильная позиция. Есть замечательный ирландский фильм. Он называется «Голгофа». Это история современного ирландского священника, католического, которая служит в маленькой деревушке, в малюсенькой совсем церквушечке и должен пройти через массу драматических событий, историй. То есть этот человек очень одинокий. Его никто не поддерживает, его даже семья его не поддерживает. Он принял сам уже после того, как овдовел. У него есть дети и так далее. У него происходят конфликты с богатым человеком, который хотел бы что-то пожертвовать, но выдвигает какие-то жуткие условия. В этом фильме есть интереснейший эпизод. Церковь горит. В церкви случился пожар. Не будем говорить по каким причинам. И вот священник вместе со своими прихожанами находится в пабе. Так принято в английском и ирландском обществе. По вечерам они общаются в пабах. И кто-то из прихожан окликает батюшку и говорит, «Там ваша церковь горит. Там ваша церковь горит». И священник говорит, «Почему моя церковь? Это наша церковь». То есть в этом фильме описана та же самая ситуация. Какие-то ошибки мы совершили в нашей церковной истории, что воспитали народ, который не чувствует себя частью церкви. Хотя он считается верующим. Почему так произошло? Что случилось? Можно об этом много говорить. Может быть, даже и не стоит говорить. И оставим это историком или богословом. Пусть они находят причины и выискивают эти ошибки, чтобы их потом снова не повторить. Но церковному обществу нужно осознать, что церковь — это мое дело. Это мое дело. Потому что церковь — это община и общение. Мы даже, когда говорим о причастии, мы употребляем слово «приобщаюсь с святым христовым тайнам». Но я приобщаюсь не только тайнам, я приобщаюсь общине, жизни людей, которые рядом со мной. У некоторых людей, даже церковных, существуют какие-то совершенно дикие представленные примеры финансовой жизни церкви. Например, считают, что зарплату платит священникам государство. Или государство строит церкви. Или же зарплату священнику платит епископ. Вот взял бы епископа, вот этому священнику нашему зарплату поднял. И недавно мне звонила одна дама, которая попросила повлиять на то, чтобы одного из наших священников, который отличается необыкновенной добротой, примировали. Чтобы его кто-то примировал. Там власти наш или горы с полком, или епископ, кто-нибудь. То есть вкус отбит совершенно у людей к тому, чтобы ощущать себя частью вот этой общины, приобщаться общине, приобщаться общиной жизни. И, конечно же, хотя мы в проповеди очень часто говорим о том, что все проблемы наши находятся внутри каждого из нас. Надо, главное, смиряться, молиться, никого не осуждать и спасаться таким образом. Но есть вопросы, которые можно решить только в обществе. И к этим вопросам относится эта работа над сломом этой ненормальной установки, совершенно ненормальной, когда миряне, это ужасное слово, миряне, лучше говорить братья и сестры, молящиеся, члены общины, ну, может быть, даже прихожане, являются каким-то пассивным, совершенно восприемлющим органом, который никакого значения в церкви не имеет. Каждый брат и сестра есть часть в церкви. Их голос важен, их мнение важно. Но для того, чтобы требовать что-то от церкви, например, книжечки или иконочки, или чтобы нам построили церковь, и неоднократно я с этим тоже сталкивалась, когда приходит делегация женщин, например, верующих в какой-нибудь район, и говорит «постройте нам церковь». Это нелепый совершенно вопрос, в который тоже выдает отношения. Кто вам должен построить церковь? Церковь не моя, не священника, не епископа, она наша. Она наша. И, значит, если я хочу, чтобы с моим голосом считались, если я хочу как-то влиять на общественную жизнь церковную, я должен и ответственность за церковную жизнь взять на себя. Мой брат рассказывал, как к нему подошла одна женщина и возмутилась тем, что у него на приходе нет воскресной школы. И она сказала, я сама педагог, и я вот возмущена тем, что вы не обеспечили нам воскресную школу. И он ее спросил, ну вы ведь педагог, и у вас есть даже какое-то начальное богословское образование, почему бы вам не взять на себя эту ответственность? И женщина сразу растерялась, как это так? А я тут при чем? Это же вы должны обеспечивать нам все. Это же вы должны строить храм. Это же вы должны священники тут и плясать, и утренники устраивать, и проводить занятия, и все остальное устраивать. Это неправильно, это в корне неверно. Церковь наша. И каждый верующий человек должен ощущать ответственность за свою общину. Это моя проблема, это наша задача. И причем это проблема не просто верующих людей, ведь этим поветрием заражены и священники, и епископы. Мы, священники, тоже себя надо так ведем, что это наша проблема. А вы тут вот останьтесь за скобками, мы вам скажем, оповестим и так далее. Нет, это должно быть взаимное дело навстречу друг другу, чтобы мы в конце концов смахнули это недоразумение, которое очень много вреда приносит церковной жизни.